Так, это одна из девятнадцатых задач. Её можно найти в FIP-алгебре, страница 15. В прошлом году она была на ДМК. Это в каком? В восемнадцатом году. Так. Значит, сейчас мы начнём тоже. Задача то, что попытаемся записать коротко условия. Но будем сразу использовать некие математические выражения. Значит, тут написано более сорока, но менее сорока восьми целых чисел. Среднее арифметическое известно. Среднее арифметическое положительное и среднее арифметическое отрицательное. Значит, мы понимаем, что есть положительное, отрицательное и, может быть, ещё нули. Да, могут быть. Мы вот так сделаем. Сразу обозначим. Да, ну. Пускай P – это будет количество положительных. Положительных. Ну, типа P – позитив. Да, положительных. N – соответственно, количество отрицательных. Ну, типа N – негатив. Да. Количество отрицательных. И Z – это количество нулей. Ну, типа 0. Количество нулей. P – на P, N – Z. Теперь давай запишем наши условия с помощью наших букв. Более 40, но менее 48 целых чисел. То есть, другими словами, если мы их все сложим, все положительные, отрицательные и нули. Менее 48 получать. И более 40. И более 40. Так. Теперь. Что такое среднее арифметическое? Ну, мы знаем формулу среднее арифметическое. Вообще, среднее арифметическое – это у нас сумма чисел. Да? Делить на их количество. На количество чисел. Значит, как это можно записать? Среднее арифметическое чисел равно минус 3. Значит, так и запишем. Просто можно словами. Сумма всех. Сумму всех, если поделить на количество. А количество у нас известно. P, N и Z. То получится минус 3. Записали. В принципе, мы просто пока условия записываем. Среднее арифметическое положительных – 4. Ну, так и напишем. Сумма положительных делить на число положительных. Это P равно 4. Ну, и аналогично сумма отрицательных поделить на N равно минус 8. Записали. Теперь давай немножко раскрутим это, да? Раскрутим. Значит, сумма всех. Вот теперь давай выразим сумму всех чисел отсюда, да? Мы выразим отсюда. И потом сумму положительных отдельно выразим, сумму отрицательных. Ну, и сумма там нулей. И приравняем. И приравняем, да? То есть, у нас сейчас вот так получится, как бы, мы решение сейчас, по сути, уже идет. То есть, мы сейчас можем вот такое уравнение записать. Сумма всех – это же сумма положительных плюс сумма отрицательных и плюс сумма нулей, если они там есть, да? Ну, и сейчас повыражаем просто. Сумма всех – это у нас P, N, Z, умноженное на минус 3. То есть, минус 3 умноженное P плюс N плюс Z. Сумма положительных, соответственно, 4P, сумма отрицательных – это, ну, как бы, прибавить минус 8N, так? Ну, сумма нулей, там, понятно, среднее арифметическое нулей тоже будет 0, да? 0 на Z. Сумма нулей – 0. Как не странно. Теперь давай посмотрим на наше выражение, что мы, интересно, можем из него вытянуть. Значит, у нас вопрос-то звучит как? Сколько чисел на доске? Сколько чисел на доске? По сути-то, у нас вот это P, N плюс Z и спрашивают, так? Давай вот что сейчас сделаем. А, немножко упростим, во-первых, выражение у нас получается вот так пока. 3 P, N, Z равно 4P минус 8N. Вот это наше, можно сказать, основное уравнение, да? Наше основное уравнение, которое мы сейчас будем раскручивать и до ответов доходить. Ну, давайте с A. С A начнем. И вот о чем мы поговорим. Вот тут, кстати говоря, можно вынести четверку за скобку. Смотри, у нас минус 3 P, N, Z. Тут как бы свойства числа. Четверочку вынес, осталось P минус 2N. P минус 2N. У нас получается, что сумма всех чисел без остатка делится на 4. Мы говорим, что оно делится на 4, вот этот значок делится без остатка. Значит, мы понимаем, что если это все делится на 4, значит, и это должно делиться на 4. А минус 4 вот здесь нету. Значит, вот она вот здесь где-то прячется. То есть мы говорим, что и левая часть должна делиться на 4. Отсюда мы говорим, что P плюс N плюс Z тоже делится на 4. Теперь, раз оно делится на 4, оно находится между 40 и 48. То есть наше выражение вот P, N плюс Z тоже делится на 4, то P, N плюс Z могут быть. Да, мы знаем, что они между. Давайте запишем числа, которые вообще тут есть. Ну, тут не так много чисел, да, 40, 48. Это может быть 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47. Но на 4 из них делится только тут, по-моему, одно число, 44. Больше не то. Значит, смотри, только 44 делится на 4. Только 44. Значит, сумма всех чисел, ну не сумма, а сколько чисел на доске, сколько чисел, это 44. И это мы получили ответ A. Ответ A. То есть ответ A, 44. Вот это наш первый ответ. Сколько чисел на доске, это ответ 44. То есть представили уравнение, увидели, что делится на 4, значит это делится на 4. И среди этих чисел только одну делится на 4, 44. Так, все это ответ буквы A. Так, теперь B. B у нас, там тоже есть вопрос, он звучит так. Каких чисел больше, положительных или отрицательных? Значит, для этого мы берем 5. А наше основное уравнение, вот которое мы получили, 1. Мы его сюда запишем. 4P минус 8N. Так, пишем. Минус 3NPZ. Так, равно 4P минус 8N. Есть у нас. И немножко с ним поработаем. С ним поработаем. Попробуем выйти на N и P. Раскроем скобочки. Минус 3N, минус 3P, минус 3Z. Так, равно 4P минус 8N. Так, давай N-ки мы перебросим вот сюда. Вот 8N минус 3N. А P туда перебросим. А Z до нули пока туда ставим. Там будет 4P плюс 3P. Так, и у нас получается такое. 5N минус 3Z равно 7P. Так, дальше рассуждаем. Давай вот так выразим еще вот так. 5N через сумму получается 7P плюс 3Z. Так, мы имеем сейчас, смотри, выражение. 3, как бы слагаемых положительных. Сами числа же положительные. Да, количество у нас может быть только положительным. Либо 0. Так. Смотри, вот есть такой прием, когда мы от уравнения переходим к неравенству. От уравнения переходим к неравенству. Например, отсюда мы видим, что больше, 5N или 7P? 5N больше, потому что ты к 7P что-то еще прибавляешь, да, и получаешь. Получаешь. Поэтому мы говорим так. Если я вот это слагаемое отброшу, то у нас получится 5N, но больше, либо равно. равно это в случае, если Z все-таки не любили. Их не было. Да? То есть вот этот переход от уравнения, мы как бы от уравнения, мы перешли к неравенству. Отбросив слагаемое. Отбросив слагаемое. Ну, в принципе, это как бы логично, да? То есть что-то отбросил, ну, тут явно побольше тогда будет, да? Тут еще плюс что-то было. Ну, давай поделим на пятерку. У нас получится сюда делим на 5. Тогда N будет больше, либо равен, ну, 7 делим на 5, будто 1,4P. 1,4P. Но если он больше 1,4P, то он явно будет больше, чем P. Логично? То есть 1,4P же больше P. Точно больше, да? Значит, N явно больше. То есть мы перешли от одного неравенства. Как бы у нас получается некая цепочка неравенств, да? Я напишу тут цепочка неравенств. То есть мы сейчас такие приемы работы с неравенствами, да? Вот это первый был прием, когда мы от уравнения перешли к неравенству. Ну, нас же просят больше-меньше. То есть мы переходим. Ну, если он больше, либо равен 1,4P, коэффициент уже больше единиц. Значит, ну, явно больше, чем P. То есть можно сейчас из этого двойного неравенства показать, что N больше P. Получается отрицательных больше. Да, получается отрицательных, собственно, больше. То есть мы отсюда говорим, что N больше P. То есть вопрос, каких больше, отрицательных или положительных? Ну, вот, ответ B отрицательных больше. Мы можем смело сказать, что ответ B отрицательных чисел больше, чем положительных. Вот так. То есть мы что-то, по сути, сделаем. Мы взяли наше уравнение основное, немножко его раскрыли, сгруппировали N и P, вышли на вот такую сумму, и потом слагаем отбросили и перешли к неравенству. Еще один переход вот такой, и все, явно получаем, что отрицательных больше. У нас остался последний вопрос. Спрашивают, а сколько... А, какое наибольшее положительное число может быть среди них? Значит, как и в пункте B, мы опять начнем с основной формулы. С основной формулы. Наша основная формула, которую мы использовали, будет так выглядеть, да? Минус 3 PNZ равно 4P минус 8N. Значит, мы сейчас... Значит, нас спрашивают положительных и отрицательных. Опять мы тут раскрываем скобки. А, у нас, кстати, PN и Z уже теперь известно, да? Это 44. Так, это у нас получается минус 3 на 44. Это получится 100... А, ну и пока вот так получится. Смотри, минус 3 на 44. Я пока оставлю. Уже можно будет еще сократить, походу, дело. Да? Сейчас мы все поделим на 4. Получается тут 3 на 11. А здесь будет P минус 2N. Так, ну и получается тут минус 33 равно P минус 2N. Тут два варианта. Либо мы сейчас положительный выразим, да? Например, положительный. Тут получается такая формула. P равно 2N минус 33. Так? А если мы выразим отрицательный отсюда, да? То есть это у нас формула... Пускай это выражение у нас там... 1 у нас это основная была формула. Тогда больше мы ссылок не использовали. И это у нас будет 2. А, вот у нас еще есть вот такое нам понадобится. Это вот выражение 2. Формула. То есть отрицательных больше. И мы еще использовали... Что их 44, да? Давай, это у нас будет 2. Ссылочка. Что их 44. А вот это у нас будет 3. То есть предыдущие результаты мы тоже будем сейчас использовать. Так. Это у нас будет 4. Это как бы положительный через отрицательный. И еще давай попробуем отрицательный через положительный. Тоже интересная формула будет. То есть 33 туда перенесем. Так. Поделим на 2. И получается N равно P плюс 33 и делить на 2. Этого формула 5. То есть просто выразили положительный через отрицательный и отрицательный через положительный. Ничего такого мы хитрого не сделаем. Теперь. У нас есть выражение такое еще. Вот выражение 3. Третье выражение у нас гласит, что отрицательных-то больше, чем положительных. Так. Давай мы сейчас сюда подставим формулу. Мы подставим формулу. То есть вместо отрицательных мы подставим вот это выражение. Получается P плюс 33 на 2 больше P. И получим выражение для P. Получим выражение для P. Ну тут просто на 2 умножим. Получится P плюс 33 больше 2P. И P туда перенесем. У нас получается, что тут P просто, а тут 33. Ну или вот так скажем, P меньше, чем 33. Это у нас шестая форма. То есть положительных меньше 33. Получилось. И теперь вот такой же следующий фокус сделаем. То есть мы уже немножко оценили данные, какой наибольше положительных может быть. 33. Сейчас мы еще одно выражение построим, чтобы понять сколько. Вот из выражения 2 мы имеем. Выражение 2 у нас было, что их же 44 всего штуки. Давай Z отбросим. У нас уже был вот этот прием, когда мы от уравнения перешли к неравенству. Когда мы отбрасываем одно слагаемое. И у нас получается так-то так. P плюс N меньше, либо равен 44. Теперь N мы заменим по формуле. То есть а вот раз, и N у нас получается, вот буквально только что мы выражали, это P плюс 33 на 2. Мы пытаемся оценить положительные, да? P плюс 33 на 2. То есть поскольку у нас спрашивают про положительные, поэтому выходим на неравенство по положительных числах. Ну тут на 2 нам придется умножить. Умножим на 2, получается 2P плюс P плюс 33 меньше, чем равно с ось 8. Сюда 3P меньше, либо равен, ну там 55, да, получается, перекинем. И P меньше, либо равен 55 третьих. Ну 55 третьих это у нас 2 целого часа, видим, это 18 целых 1 третья. То есть как бы 18 с хвостом получилось, так? 18 с хвостом. То есть еще меньше, да? То есть там мы получили как будто бы у нас максимум 32, может быть. А здесь максимум 18. То есть, о, классно, 18. Да? То есть вот этот претендент, да? Хороший претендент. То есть максимум P это 18. Ну неплохо бы проверить как-нибудь хотя бы, да? Давай проверку сделаем. Например, такую проверку сделаем. Вот у нас... А сколько же тогда отрицательных получается, да? Отрицательных вот по формуле. П плюс 33 на 2. Давай проверим. У нас все срастаться же давно. П плюс 33 на 2. То есть 18 плюс 33 на 2. Это будет 48, 51. Опа! Не получается. На 2 же не делится. А это же целое число. Не подходит. Значит, 18 не подходит. Остается 17. Остается 17. Остается 17. Значит, значит, P давай 17. Ну 17 уже подойдет, да? То есть опять проверка. Отрицательных будет 17 плюс 33. Пополам это будет... Сколько там? 50 пополам, да? Ну 25 уже более-менее картина получается. Давай еще тогда посмотрим, сколько нулей остается, да? Получается у нас нулей всего же 44. То есть 25 плюс 17. Сколько там получается? Это у нас 35, 40. 2, значит, 2. 2, нуля. 2, нуля. 2, нуля. Ну и еще проверим на условия, да? Проверка по условию. Проверка по условию. Среднеаритметическое у нас должно быть... 17 на 4. То есть сумма положительных, это получается... мы должны 17, что такое 17, это их количество, да? умножить на... вот это у нас количество, а их среднеаритметическое, это у нас там 4 было. Среднеаритметическое. Получается, сколько? Получается, сколько? 40 и 74, 28. Так. Потом давай еще сумма отрицательных. Давай проверим. Отрицательных у нас 25, на их среднеаритметическое минус 3, и получается минус 75, да? У нас получается 68. И давай проверим еще среднеаритметическое теперь всех. Сумма положительных, отрицательных. Знаете, это среднеаритметическое всех. Это нужно сумма положительных, так? И сумма отрицательных, и сумма нулей. И делить на 44. Так. Получается, равно, сумма положительных 68 плюс, там, это минус 75, там, плюс 0, и делить на 44, да? Посчитаем, сколько? Так, 68. А, нет, блин, 25, минус 3. Среднеаритметическое отрицательных. Так, у нас на самом деле минус 8, минус 8. Это я не знаю, как написал. Да, минус 8. Так, сумма отрицательных, то есть, на минус 8. 25 на минус 8, это будет минус 200. Так, и считаем, минус 200, значит, 68 минус 200, минус 200, и лить на 44. Значит, 68 минус 200, это будет сколько? 100. 40. 138, с минусом, да? А не, 132. 132, делим на 44, это как раз, по-моему, будет минус 3. В принципе, это как раз, по условию, значит, всё сходится. Значит, ответ В. Первое, наибольшее положительное, наибольшее количество положительных у нас будет 17. Просто мы попроверяем. Проверки так сделали. Всё, вот ещё.